всех поклонников laravel я приветствую на канале каткод друзья мы продолжаем рубрику laravel под капотом с разбором собственно laravel под капотом и сегодня мы поговорим о сервис контейнере о паттерне dependency injection инъекция зависимостей как это все работает заглянем что там внутри посмотрим например и ответим на вопрос в чем разница между бинт и singleton в общем будет крайне интересно и не как всегда а как собственно было всегда да и на моем канале в целом тоже есть ролик про сервис контейнер и я его преподносил именно в таком стиле объясняя что вот у нас есть скажем контроллер либо jobs либо что-то еще и мы делаем в рамках метода передачу аргументов а далее внутри методе каким-то чудесным образом уже получаем instance при этом мы нигде эти параметры с вами лично не передавали то же самое мы можем набросать свой класс далее указать его здесь аргументом и опять-таки в теле мы получим с вами instance либо воспользоваться хелпером об в него передать либо alias либо ссылку на класс вот в таком стиле и далее получить опять-таки instance подняв сервис контейнер в итоге все объяснения ссылаются на то что вот такая магия присутствует так можно делать в laravel плюс у нас есть сервис провайдеры где мы можем забиндить какую-либо абстракцию с конкретным классом либо просто выстроить какой-то бинт на instance и дальше уже получать то что мы здесь указываем и при этом у нас есть методы бинты singleton instance и так далее вот такая магия которая дает нам гибкость дает нам dependency injection мы можем менять реализации и так далее тому подобное но при этом мало кто понимает как это реализовано под капотом как вся эта магия работает в итоге друзья если ты новичок или у тебя есть проблемы по этой теме то пристегивайте ремни и погнали друзья давайте начнем скажем так с конца и изначально поговорим о биндах в сервис провайдере заодно взглянем на отличие бинда от singleton а позже разберем также и реальный пример смотрите у нас есть метод бинд давайте в него заглянем изначально попадаем с вами на интерфейс но сам класс немногим выше вот он здесь контейнер контейнер как раз этот класс у нас и отвечает за сервис контейнер в лара вел и его мы с вами сейчас будем рассматривать я уже заранее проставил для себя закладки чтобы быстро перемещаться по методам мы говорили с вами о методе бинд давайте его откроем и прежде чем мы начнем с вами знакомство с методом бинд и рассмотрим разницу с методом singleton давайте также заглянем в метод singleton чтобы его в будущем нам смотреть не пришлось так как он ничем не отличается от бинд просто обвертка но при этом третьим параметром шарит мы передаем true запомните этот момент то есть сам метод singleton нам с вами не интересен но главное запомнить что в рамках метода бинд мы передаем третий параметр true давайте вернемся к методу бинд и так давайте начнем разбор и начнем вот с этой строки о чем она нам говорит что в целом мы можем и не биндить абстракцию с конкретным классом а просто передать определенный класс в рамках которого мы также поднимем сервис контейнер и реализуем все инъекции и в итоге параметр в рамках бинд может быть только один друзья а вот здесь у нас самое интересное мы наполняем свойство bindings у класса контейнер где ключом указываем строку с абстракцией то что мы передаем первым параметром это может быть как namespace класса так и alias а значение у нас как раз это две переменные с конкретным классом и с флагом shared который по умолчанию у нас false но мы с вами помним что если мы используем метод singleton то у нас shared будет true а далее давайте провалимся в метод ребаун и здесь нас ждет метод make в рамках контейнера есть еще метод resolve он также обвертка над make и в целом основной метод в рамках класса контейнер это именно make который у нас и поднимет всю эту магию с сервис контейнером давайте также перейдем с вами в контроллер и взглянем на helper app которым мы с вами часто пользуемся если нам нужно поднять сервис контейнер вне инъекции зависимости ап далее мы с вами передаем какую-то абстракцию либо alias но давайте посмотрим что у нас там внутри в этой функции в этом helper а здесь у нас друзья как раз тот самый класс контейнер и далее метод make с помощью которого мы с вами поднимаем сервис контейнер то есть все еще тот же самый класс который мы с вами работаем в итоге на что сейчас стоит обратить нам с вами внимание то что в рамках бинда мы помимо того что наполняем заранее в памяти свойства bindings в рамках абстракции и конкретных классов мы также в этих конкретных классах поднимаем сервис контейнер если вдруг там присутствуют еще какие-то инъекции зависимостей мы их также реализуем давайте перейдем теперь на следующий шаг я поставил для себя закладку и это у нас метод resolve если мы еще раз с вами вернемся в рамках метода make провалимся внутрь то увидим что это просто обертка над методом resolve поэтому обсуждаем с вами именно этот метод возвращаемся и смотрим что у нас здесь происходит начнем с метода get alias как я говорил ранее мы можем биндить не только в рамках namespace от в рамках пути до класса но также указывать простой или ас и в данном случае передав абстракцию в любом формате мы с вами получим этот или ас который до этого присваивался к свойству алиасов в целом не сильно интересная информация как такие моменты реализуются двигаемся с вами далее вот на этот участок кода стоит обратить особое внимание если у нас уже есть в рамках свойства instances элемент с текущей абстракцией о которой мы говорим то мы вернем ее сразу назад и не будем идти далее и этот участок кода у нас отвечает как раз за singleton и то есть если уже есть экземпляр у нас в памяти то мы по новой его с вами не создаем а берем уже готовый собственно singleton паттерн двигаемся с вами далее если вдруг в памяти и в свойстве instance его еще нет то мы движемся далее либо это первый вход в тело этой функции и далее нам интересен вот этот участок кода как раз таки метод из shared где мы проверяем тот самый флаг shared который ставится true когда мы с вами работаем в рамках singleton метода либо сами в рамках bind можем переключить на shared и тем самым тоже создать singleton и вот как раз у нас когда указан shared true мы наполняем с вами свойства instances и сохраняем конкретный объект в памяти далее он у нас уже здесь будет при повторном обращении мы вот здесь с вами его вернем и далее уже не будем двигаться опять-таки мы реализовали с вами singleton просто указав флаг shared true во всем остальном друзья нам интересен метод build вот он здесь у нас происходит давайте в него с вами заглянем здесь через reflection и 5 происходят все основные процессы вы также должны понять одну важную мысль большинство сущностей которые проходят через laravel поднимаются на уровне сервис контейнера скажем в рамках роута мы передаем контроллер и под капотом laravel пустит его через сервис контейнер через класс контейнер в рамках метода build он у нас попадет сюда и у нас здесь в рамках reflection и пиай реализуются все зависимости смотрите мы берем reflection класс того что сюда передаем и далее по нему работаем получаем конструктор и реализуем все аргументы в конструктора создавая их сущности и снова поднимая сервис контейнер если там есть зависимости но нам нужно с вами немножко опуститься вот здесь dependency мы получаем все параметры конструктора и далее их с вами резолвим получая уже инстансы получаем экземпляры и тем самым когда мы с вами просто указываем аргументы конструктор методах либо в любых других методах мы получаем уже конкретный экземпляр класса который у нас с вами реализован и в рамках него также поднят сервис контейнер вот то место где мы с вами получаем уже результат в итоге друзья когда мы через сервис провайдер с вами делаем бинт мы также поднимаем сервис контейнер в рамках дочерних сущностей того класса который мы с вами указываем то же самое в рамках laravel под капотом когда мы скажем с вами указываем объявляем какой-то road указываем контроллер мы в рамках контроллера также вызываем сервис контейнер вот этот класс контейнер далее он проходит через метод build через reflection api мы получаем все его методы мы получаем конструктор класс реализуем все инъекции то же самое в рамках методов о котором мы говорим в рамках роута вся эта логика у нас выполняется здесь и реализуется тот самый di паттер друзья давайте также поиграемся и посмотрим разницу между простым биндом и singleton биндом и еще раз вспомним что в целом мы можем с вами работать в рамках метода singleton и далее указывать конкретный и абстрактный класс но тоже самое мы можем реализовать и в рамках метода бинд просто третьим параметром шарит вот здесь указать true это будет абсолютно одинаковые вещи просто singleton это сахарная обвертка над биндом которой уже передан шарит true я также накидал простецкий класс вот такой экземпл сервис контейнер в котором одно свойство var строковая по умолчанию указано эй давайте вернемся в сервис провайдер и сделаем с вами singleton example сервис контейнер окей только давайте начнем с того что это у нас будет не singleton а бинд отлично далее давайте откроем с вами home controller еще раз воспроизведем алгоритм то есть у нас есть маршрутизация в laravel мы указали что get запрос в рамках слэша у нас обращается в home controller тем самым laravel под капотом в рамках home контроллера поднимает сервис контейнер и реализуют все инъекции у нас это invoke контроллер laravel об этом знает мы передали просто home контроллер без экшена и в итоге laravel также в рамках reflection и 5 будет работать с методом invoke давайте добавим нашу инъекцию с тем классом который мы только что с вами связали за биндели сервис провайдере вот он у нас example сервис контейнер пусть будет вот такая переменная далее внутри давайте с вами задампим что у нас в свойстве вар далее мы с вами изменим вар скажем пусть это будет б и еще раза дампе давайте откроем браузер и посмотрим что у нас там с вами происходит у нас изначально эй а далее би все в принципе логично и ожидаемо но давайте немножко изменим логику и далее основа поднимем сервис контейнер с помощью хелпера об и снова укажем наш example сервис контейнер и создадим новую сущность отлично и снова за дампим наш вар вернемся в браузер обновимся и видим что он у нас создался заново экземпляр и у нас снова там эй окей давайте вернемся в наш сервис провайдер и изменим бинт на singleton далее вернемся в наш браузер обновимся и видим что у нас уже в конце не и обе то есть мы повторно экземпляр не создавали мы взяли его из памяти из свойства инстанция в рамках класса контейнер и получили тот же самый экземпляр как раз реализация паттерна singleton давайте еще немножко с вами поиграемся и укажем метод бинт но при этом с вами переключим флаг шарит в true вернемся в браузер обновимся и видим что у нас с вами все еще би то есть несмотря на то что мы пользуемся с вами методом бинт мы переключили флаг и получили то же самое что и при реализации метода singleton есть еще метод instance в которой мы можем передавать с вами не просто строковый класс а уже готовый экземпляр если мы взглянем на реализацию метода то в принципе не будет отличаться от singleton либо переключенного флага шарит в true мы также наполним с вами свойства instances и в итоге если мы вернемся с вами в сервис провайдер скажем создадим здесь с вами instance нашего example service контейнера и передадим его вторым параметрам только поменяем с вами метод то в итоге вернемся в браузер обновимся и выполнение у нас с вами никак не изменится если вы заглянете в документацию то увидеть еще огромное количество дополнительных сахарных методов скажем singleton if и так далее все это будет обвертки которые немного нам упрощают жизнь но под капотом будет та логика которую мы с вами рассмотрели друзья согласитесь понимать как работает под капотом крайне важно теперь взаимодействует с нашим любимым фреймворком вам будет еще проще после этого ролика вы уже можете посмотреть на моем канале ролик про сервис контейнер где крайне простым языком объяснил как это работает без заглядывания под капот также друзья если у вас возникали сложности в процессе просмотра рекомендую ознакомиться с паттерном di dependency injection также с паттерном singleton и снова вернуться к просмотру и я думаю тогда станет просто максимально все понятно друзья на этом все напоминаю что скоро выйдет моя книга гайд с разбором laravel под капотом в которую я вкладываю душу а также большой гайд по отношениям в laravel если ты новичок или у тебя есть пробелы то это просто must have материалы для тебя а также скоро начнется курс laravel start для совсем новичков которые только начинают знакомство с laravel в курсе мы пройдем полный путь от установки до работающего сайта с полным разбором происходящего буду вас там ждать а на этом точно все спасибо вам за лайк который вы только что поставили благодаря вам канал развивается и выходит полезный материал и спасибо вам за просмотр это что остаетесь с нами а мы с вами пока прощаемся и увидимся в следующем ролике на канале кат код